Девочка-пай Всем привет! Вы на канале Саша Мамаша. Сегодня я расскажу и покажу, как сшить вот такой классический пышный подъюбник из фатина. У меня это подъюбник на ребенка, но по этой схеме, которую я приведу, далее можно сшить подъюбники и на взрослых. Хочу отметить, что сам подъюбник выполняется из фатина, но внизу есть подкладка из натуральной ткани. У меня это батист. Если вам интересно, как сшить такой подъюбник, оставайтесь на канале. Начнем мы с того, что познакомимся с основными схемами и формулами, которые пригодятся при шитье этого подъюбника. Самое первое, что нужно сделать, это снять мерки. Мерок всего две. Это обхват бедер и длина юбки от талии. То есть имеется в виду длина подъюбника. Сразу отмечу, что зеленым цветом на всех схемах, которые здесь представлены, указаны мои размеры. То есть те размеры, которые вы в дальнейшем увидите в ролике. Итак, начнем вот с первой вот этой схемы. На этой схеме показано, как раскроить юбку полусолнца. То есть основой этого подъюбника является юбка полусолнца. Она шьется из фатина тоже. И потом на нее впоследствии нашиваются оборки. И вот для построения вот этой, для того, чтобы начертить эту схему, нам нужно всего две величины. Это радиус 1 и радиус 2. Радиус 1 рассчитывается вот по этой формуле. Уточню, что вот эта линия, это та линия, которая впоследствии будет на талии. Но длина этой окружности не равна обхвату талии, так как подъюбник шьется на резинке, а не на молнии. Поэтому длина этой окружности должна быть такой, чтобы юбку можно было спокойно одевать через бедра. Чтобы свободно, без затруднений. Поэтому мы берем обхват бедер, прибавляем к этой величине где-то 10-12 см и делим получившуюся сумму на число π. Таким образом мы получаем радиус 1. У меня это 23 см. Второй радиус рассчитывается еще проще. Мы просто берем первый радиус и прибавляем желаемую длину юбки. Вот 23 плюс 45 получается 68. Переходим ко второй схеме. На второй схеме уже наглядно видно, как будет выглядеть подъюбник. То есть вот это основа, юбка полусолнца. И на нее будут нашиваться оборки. Вот это линии, по которым они будут нашиваться. В зависимости от длины юбки, количество оборок может быть либо 3, либо 4. Если вы шиете подъюбник примерно до колена, то оборок будет 3. Если до пола, то 4. У меня подъюбник до колена, поэтому у меня 3 оборки. Итак, первое, что мы делаем, это проводим, начнем с верхней оборки. Проводим вот эту линию, по которой будет пришиваться верхняя оборка. Сразу уточню, что все оборки, вот первая, вторая и третья, представляют собой присборенный кусок фатина, который сложен пополам. То есть здесь будет 2 слоя фатин, будет 2 слоя. Если у вас слишком жесткий фатин, то можно делать и в один слой. Но у меня фатин средней жесткости, у меня будут двойные эти оборки. Чтобы определить вот это место, куда мы будем нашивать верхнюю оборку, нам достаточно просто сделать отступ от линии талии. Верхняя оборка всегда пришивается с отступом. И его величина колеблется от 7 до 15 см. Это зависит от размера юбки, от длины ее. То есть если вы шьете юбку на малышку, то конечно надо делать этот отступ меньше. Если на большой размер, на взрослого, то больше. Чтобы все выглядело пропорционально. Также величина этого отступа может корректироваться на какие-то там миллиметры, или может быть там полтора сантиметра. В зависимости от того, чтобы вот здесь потом получить целые числа. Ну вот дальше сейчас поймете. Итак, мы рассчитали. Вот я взяла вот этот отступ 9 см. Почему я взяла 9 см? У меня длина юбки 45 и 3 оборки. И оборки всегда пришиваются на равных расстояниях друг от друга. И чтобы получить здесь ровное число, то есть по 12 см у меня получилось, то есть 36, 45 минус 36 получается 9. Изначально я хотела взять 10 см, но получали здесь не круглые цифры. Поэтому я взяла 9, чтобы было просто удобнее работать. Итак, делаем отступ и проводим вот эту линию, к которой будет пришиваться оборка. Дальше все предельно просто. Вот это расстояние мы делим на количество оборок. То есть у меня их 3. 36 делим на 3, получается по 12. То есть на расстоянии 12 см друг от друга мы проводим вот эти линии, на которые будут пришиваться оборки. Теперь о том, как определить длину оборок, то есть длину заготовок для этих оборок. Оборки надо выкраивать по долевой линии. И их длина должна быть в 2 раза больше, чем вот эти отрезки. Это понятно, так как мы будем складывать пополам. Но вот здесь приведены формулы, то есть длина первой оборки равняется просто длина юбка минус длина отступа, получается 36 умножаем на 2, 72 см. Длина второй оборки определяется просто, вот у нас есть 1 треть, 2 трети. Вот 2 трети от этой длины, это 24, мы умножаем на 2, получается 48. Ну и здесь тоже по такому же принципу. То есть с длиной оборок мы определились. Теперь как рассчитать и как определить ширину оборок. Ширина каждой оборки должна быть примерно в 3-4 раза больше длины той дуги, по которой она будет пришиваться. То есть вот это наша основа, юбка полусолнца. На ней будет 3 оборки. Вот 1, 2, 3. Соответственно длинный дуг, все разные. И ширина каждой оборки должна быть, как я уже повторюсь, в 3-4 раза больше длиннее вот этой дуги, так как мы будем их присобирать, эти оборки, присбаривать. Ну таким образом, чтобы определить ширину оборки, нам нужно в первую очередь определить длины этих дуг. Длины этих дуг определяются вот по этим формулам. Тут все очень просто. Нужно просто умножить вот эти радиусы, вот чтобы определить длину этой дуги, нам нужен вот этот радиус и умножить на π. Вот этот радиус складывается из двух отрезков. R1 и длина отступа. Таким образом мы складываем эти две величины и умножаем на π. У меня получился 101 см. И точно так же по этому же принципу рассчитываются длины вот этих дуг. Что еще хотела уточнить относительно ширины оборок? Дело в том, что рассчитав длину дуги и умножив это число на 3 или на 4, то есть на тот коэффициент, с которым вы будете присбаривать оборки, вы можете получить какие-то неровные цифры. Но мы должны их округлить кратно ширине рулона фатина. Вот у меня ширина рулона фатина 3 метра. Поэтому вот на примере первой оборки. Вот у меня первая оборка 101 см. Я буду присбаривать ее в 3 раза. Понятно, что тут получается 303 см. Но не буду я эти 3 см, конечно, дошивать. То есть эти сантиметры роли не играют. Я округляю, получаю 3 метра. Вторую оборку я буду делать в 4 раза. Я хочу, чтобы подъюбник был пышный, очень пышный. Поэтому умножив это число на 4, там получается около 5,5 метров. Поэтому так как ширина рулона фатина 3, то мне все равно придется отрезать дважды по 48 см. И сшивать между собой. Естественно, полметра я тоже не буду отрезать отсюда. Ну, это не целесообразно. Ну и точно так же с третьей оборкой. Ну, я думаю, что с этим ясно. Двигаемся дальше. Теперь о том, как рассчитать необходимое количество ткани. И как разложить потом на ткани. То есть не разложить, как разрезать. Фатин рационально. То есть мы берем кусок фатина, сгибаем его пополам и отрезаем наши оборки. Вот мне надо соответственно отрезать 1 раз 72 см, 2 раза по 48 см и 3 по 24 см. То есть эти оборки я буду между собой соединять. Здесь будет один шов, а здесь два соединительных шва. Таким образом мы можем как раз подсчитать, сколько нам понадобится фатина. Мы складываем длинный оборок и прибавляем к этому числу второй радиус. Так как нам надо еще выкроить юбку полусолнца. И таким образом при сложении этих величин мы получаем то количество фатина, которое нам понадобится для юбки. Конечно, можно допустим заморочиться и рассчитать так. Длину юбки подогнать под то количество фатина, чтобы было удобно при покупке. То есть 3,10 конечно мне никто отрезать не будет, если мне нужен только этот кусок. Поэтому придется покупать 3,5-40 см, где-то там зависнут ни туда, ни сюда. Поэтому можно рассчитать так, чтобы сделать его или чуть длиннее, или чуть короче. Но у меня нет привязки к куску фатина. Поэтому вот у меня ушло 3 метра 10 см. И здесь, как вы видите, это понятно, у нас останется еще остаток. Примерно 1,50 на 70 см. Вот мы выкроем юбку полусолнца. И у нас, так как ткань сложена пополам, останется кусочек. Теперь о подкладке для подъюбника. Подъюбник шьется из фатина. Фатина это 100% ненатуральная ткань. Поэтому для ребенка, ну и для взрослого, собственно, я рекомендую шить под этот подъемник, подкладку. И вот из натуральной ткани. И вот как рассчитать размеры заготовок для подкладки из натуральной ткани, приведено на этой схеме. Ширина подкладки, длина подкладки. И также ширина и высота пояса. Пояс полностью шьется из натуральной ткани, так как в него будет вставляться резинка. И подъюбник одевается, может одеваться на голое тело, чтобы здесь в талии не кололо и было максимально комфортно для ребенка. Ну и для взрослого, если вы шьете на взрослого. Итак, ширина подкладки должна быть примерно в полтора-два раза больше, чем длина той окружности, которая у нас на талии, на фатиновой части подъюбника. Вот там у нас 70 сантиметров получалось. Умножаем на 2,140. У меня был вот кусок 130 сантиметров, я посчитала этого достаточно. Длина подкладки должна быть короче в фатиновой части, примерно сантиметров на 5. Если вы шьете до пола, то можно делать до колена. Ну и ширина и высота пояса. Тут тоже все описано. Я думаю, здесь затруднений это не вызовет. И теперь после знакомства со всеми схемами и формулами мы приступаем уже непосредственно к работе с тканью. Если вам нужно для наглядности распечатать эти схемы, то ссылку на эти файлы вы найдете в описании к этому видео. Выкраиваем юбку полу солнца из фатина как основу для будущих оборок. У меня кусок фатина расстелен на полу. Вот это расстояние у меня 70 сантиметров, вот это метр сорок. Но сложен кусок пополам. Вот это линия сгиба. То есть вот здесь у меня будет окружность талии. И вот здесь у меня будет низ юбки. Напомню, что у меня радиус, вот это радиус номер один, у меня он 23 сантиметра. Вот это радиус номер два, он у меня 68 сантиметров. Я приступаю. Вот моя ткань, вот это диагональ. Здесь будет талия. Что я делаю? Я выкладываю линейку метровую ровно по диагонали. Она, во-первых, будет служить утяжелителем, чтобы ткань не ездила по полу. И, во-вторых, по этой диагонали я сразу отмечаю 23 сантиметра и 68. Вот я поставила две метки. Здесь и здесь. Теперь я беру сантиметровую ленту и намечаю себе по этим линиям и еще по нескольким линиям эти размеры 23 и 68. Можно использовать, если у вас циркуль есть, можно сделать ниточный циркуль, но мне кажется, так быстрее и удобнее. Вот я поставила мелком метки. Я думаю, должно быть их видно и здесь. И теперь просто мелком соединяю эти меточки плавными линиями. Осталось вырезать по проведенным линиям. Теперь, точно так же, как я показывала, мне нужно провести еще три линии на расстоянии 9 сантиметров от верха, потом через 12 сантиметров и еще через 12. Вот здесь я точно так же провожу три линии. Вот я провела линии. Теперь мне надо аккуратно перевернуть на другую сторону и перевести линии, они будут просвечиваться. Вот они просвечиваются. Провести как следует, чтобы везде была линия четко. Забыла уточнить, что если вот эти линии я проводила мелком, потому что я не поднимала ткань, то есть отрезала по этой линии, не поднимая ткань с пола, то эти линии я проводила обычным мылом. Может быть у вас есть другое что-то под рукой, но у меня сейчас под рукой не отказалась, я просто отрезала тонко кусочек мыла и им провела. Почему я это сделала и почему я на это обращаю внимание? С фатина очень легко, вот мелок обычный, вот такой, легко осыпается. То есть, когда вы только начинаете поднимать ткань, то половина, если не больше мела, остается на полу под фатином. Поэтому очень сложно навести такие линии, которые было бы видно дальше в работе. Поэтому я использовала мыло. Я перенесла линии на другую сторону, развернула юбку и проверила, чтобы все линии были хорошо видны. Чтобы мне было потом удобно работать. Теперь нарезаем оборки. Мастер-класс о том, как быстро нарезать фатин и достаточно просто, есть у меня на канале. И ссылочка на него будет под видео. Итак, тем методом, о котором я только что сказала, я нарезала фатин на следующие куски. Один кусок 72 см, два куска по 48 см и три куска по 24 см. Это наши будущие оборки. Теперь нужно сделать следующее. Те куски одной длины, которых несколько, то есть здесь у нас один с этим мы ничего не делаем. Эти два мы соединяем. И эти три мы тоже соединяем. То есть здесь у нас будет один шов, здесь у нас будет два шва. Не замыкаем в кольцо. Просто соединяем между собой. Здесь две части, здесь три. Вот я соединила между собой фатин. Я накладывала просто один на другой сверху. Где-то вот это расстояние у меня получилось один сантиметр. Прошила, здесь завязала узелки. И теперь каждую, вот эту оборку мы складываем пополам и проутюживаем. Я проутюжила пополам все оборки. И теперь вот по линии заутюживания я прокладываю строчку на швейной машине. Для того, чтобы эти оборки собрать. Присборить их надо самую длинную до маленького радиуса, среднюю до вот этого. И самую коротенькую вот до этого радиуса. Прокладываем строчку по линии заутюживания и присбориваем до нужной длины. Оборки готовы. Теперь нам надо пришить их на основу. Начинать будем сверху вниз. То есть первую мы будем пришивать вот эту, верхнюю. Для этого мы вот так расправляем ее. Накладываем на линию и прикалываем. От края отступаем полтора сантиметра. Потому что юбку мы будем сшивать после того, как нашьем все оборки. Потому что так оборки нашивать удобнее. И теперь прикалываем вот так. По всей длине. Лучше всего для этого разложить на полу основу. И сверху на нее прикалывать оборку. И так прикалываем по всей длине. И вот вы видите, что оборка получается той же длины, что и основа. Оборка приколота. Теперь по вот этому шву, по этим ниткам, которыми мы собирали эту оборку. Мы прокладываем шов на швейной машине. И пришиваем нашу оборку к основе. Еще хотела бы уточнить. Если вы заметили, то нитки в начале и в конце я не завязывала. То есть я присобрала примерно до той длины, которую мне нужно. Как я рассчитала по радиусу. И в процессе прикалывания, когда я подходила к концу, я увидела, что мне надо пару сантиметров еще присборить. То есть это я сделала для того, чтобы была возможность маневра. Потому что сантиметр в сантиметр очень сложно собрать оборку. Поэтому у вас может получиться, что надо будет либо присобрать, либо немножко распустить. И это можно сделать в начале и в конце, если это будет в этом необходимость. Итак, пришиваем оборку к основе. Точно таким же образом мы потом, после пришивания, вот эту часть загибаем наверх. И выполняем эту процедуру такую же, со второй оборкой. И после этого с третьей. Вот так постепенно пришиваем все оборки. Оборки пришиты. Теперь нужно прогладить утюгом вверх каждой оборки. То есть мы заводим утюг вот сюда и немножечко вот так вот отпариваем. Чтобы складка не расходилась. Нижнюю, среднюю, верхнюю можно не делать. Она не такая пышная, она длинная, она не расходится. Вот что получается. Теперь сшиваем задний шов. Так как мы оборки пришивали, отступив от края на ширину припуска. Теперь мы просто сшиваем здесь, чтобы совпадали высота оборок совпадала. И аккуратно, чтобы оборка не зашла в шов. Прострачиваем и разутюживаем. Я прострочила и разутюжила в разные стороны. Теперь нам нужно соединить сзади вот эти стыки оборок, чтобы оборки были сплошными. Как это сделать? Ну я покажу вот на примере верхней складки. Мы берем две стороны вот этой складки. Соединяем, накладываем вот так друг на друга. И прострачиваем отсюда вот к этому шву. А потом то же самое делаем с этой стороны. Накладываем и накладным швом прострачиваем. То есть получается мы строчим от нижней части к шву, которым пришита оборка. Так соединяем все оборки. С фатиновой частью мы закончили. Теперь будем шить подкладку из натуральной ткани. У меня это батист. Подкладка должна быть чуть короче, чем подъюбник. Я хочу, чтобы она вышла примерно 40-41 см. Напомню, что подъюбник 45 см. Итак, у меня кусок батиста длиной 43 см. С учетом того, что вверху будет 1 см припуска и внизу примерно 1,5 см припуск. Ширина куска у меня около 1,3 см. Первое, что я делаю, сшиваю этот кусок бельевым швом. То есть сначала прострачиваю строчку на расстоянии 5 мм от края. Потом выворачиваю на изнанку. То есть сначала сшиваю изнанкой к изнанке по лицевой стороне 5 мм. Потом выворачиваю на изнанку и прострачиваю на расстоянии 0,7 см. То есть 7 мм. Так прошиваем этот задний шов. Я сшила сзади бельевым швом. Это вид с изнанки. Это с лица. Теперь нам нужно обработать линию низа. Для этого заутюживаем на изнаночную сторону примерно 1-1,5 см. И потом заутюживаем еще раз пополам. После этого прокладываем строчку по краю. Вот здесь. Низ подъемника обработан. Теперь нам нужно присборить его сверху до 70 см. То есть мы присбориваем до той длины, какой у вас длина окружности вверху по талии. Вот здесь. У меня это 70 см. Это мы подготовили. Теперь выкраиваем из батиста полоску. У меня ширина полоски 6 см. Так как это полоска для пояса, то есть под резинку. Так как у меня будет вставляться резинка 2 см. То есть по 2 см на резинку и по одному припуске. И длина, это талия, плюс 2 см. У меня это 72 см. Теперь сшиваем здесь и разутюжим в разные стороны. Готово! Теперь нам нужно собрать это все вместе. Подкладку мы с фатиновой частью соединяем изнанкой к изнанке, чтобы к телу пошло без швов. Сопоставляем вот эти швы задние. А эту часть мы лицом к лицу с фатином с этой стороны тоже совмещаем шов. То есть фатин у нас получается между двумя слоями батиста. И скалываем. Сколоть лучше сначала в 4 местах. То есть вот так, здесь, здесь и потом еще между ними. Когда все сколото, прокладываем строчку. Сшиваем все детали вместе. Прошили. То есть соединили все части вместе. Теперь нужно проутюжить здесь вот этот шов сюда наверх. Затем здесь, подогнув, заутюжить вот сюда. Вот так. Вот как должно получиться. Это изнанка, это лицо. Теперь прошиваем с лицевой стороны по краю вот здесь, по периметру, оставляя сзади окошечко примерно 2 сантиметра. После этого, после того, как здесь проложим строчку, вставляем резинку и застрачиваем здесь это оставленное окошечко. И подъемник будет готов. И вот подъемник готов. Теперь на него сверху можно одевать любую юбку или любое платье. Ту вещь, которой вы хотели придать пышность. Вот так выглядит платье, одетое сверху на такой подъемник. Сейчас покажу, как выглядит это снизу. Вот это платье, то есть верхняя юбка. Множество слоев фатина. И вот там выглядывает эта подкладка из батиста. Если вам было полезно и понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Вы были на канале Саша Мамаша. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok